Микс Ньюз Утро на Болткоме Доброе утро еще раз. В этой студии по-прежнему Анастасия Смоловская, Абик Элкин. И теперь гость у нас уже в студии. Живьем до этого по Zoom мы общались. И в гостях у нас сегодня телеведущая, продюсер Наталья Аббола. Доброе утро. Доброе утро. Вот когда вы к нам приходили, и живьем, что называется, был такой один случай до Zoom, до Skype, затронули очень важную тему, которая, наверное, волнует всех жителей Латвии, режим в том числе, или, может быть, даже в особенности. Это, конечно, все вопросы, связанные с жильем, с жилым фондом. И понятно, что эта проблема будет только нарастать. У нас 80% жилья – это советские жилья, типовые застройки, и довоенные. Понятно, что сейчас, с одной стороны, государство самоуправление может умыть руки и сказать, ну, все, вы приватизировали давно свои квартиры, вы сами за них отвечаете. В то же самое время, но должна быть какая-то роль и самоуправление. Я так понимаю, что у вас есть пример, вот в доме, где вы живете, когда вы активно пытались решить эти жилищные проблемы. Вот на ваш взгляд, какой должна быть жилищная политика самоуправления, поскольку у нас впереди выборы Новой Рижской Думы, старого уже больше нет, да, так что будем спокойно говорить о том, что будет Новой Рижской Думы, как вам кажется, должна ли быть какая-то специальная структура, которая будет, не знаю, решать проблему вот этого приватизированного жилья. Вот как вам это видится, может быть, учитывая ваш личный опыт тоже? Ну, вариантов-то нет, самоуправлению придется этим заниматься, потому что дома просто физически разваливаются. Действительно, вот имею уже опыт, поскольку мы-то не просто пытаемся, мы в программе, реновации, мы успели, несмотря на то, что я приступила к своим обязанностям, меня избрали достаточно незадолго до этого, но успели подать. Старшая поддома, да, по существу? Это называется управляющая. Это уже управляющая, да. Да, конечно, потому что мне даже какие-то денежки платят, небольшие, но платят. Мы успели подать этот проект, и в последний момент подавали очень многие, и поэтому наши документы будут только в ноябре рассматриваться. Но вот это финансирование, софинансирование АЛТУМа 50% нам гарантировано. И я видела в процессе, я занималась изучением вопроса, и я была, в частности, в Салуспилсе, где вынуждены были просто сделать стяжки на уровне двух этажей, потому что дом реально раскладывался. Вообще, да? Вообще, то есть вот все люди, кто, это многоквартирный, многоэтажный дом, они бы просто потеряли свою жизнь, он бы развалился. Поэтому у самоуправления нет никаких вариантов, кроме того, как разными способами все-таки способствовать этому процессу. Один из способов, это тот путь, к которому пошли мы, и идут многие другие, это создание, отказ от услуг РНП, печально известная. Да, вот я хотел... Печально известная организация, которая, да, была создана в 2010 году, за которое... Это предприятие самоуправления, за которое... Ну, да, кстати, да, в 2010 году, то есть в 2009 году пришла к власти коалиция согласия ЧСР, в 2010 году было создано предприятие Ригас Наму Парвалнекс, и поскольку держатель всех долей капитала это Дума, лично за это отвечал представитель, это председатель Думы. Это была его личная ответственность за предприятие Ригас Наму Парвалнекс. Ну, результат вы знаете. Но один из вариантов, это создание общества домовладельцев, квартировладельцев. И мы пошли этим путем. Мы независимы ни от кого, мы юридически... Многие сейчас идут уже этим путем, да? Это работает только в том случае, если найдется энергичный человек, и не просто энергичный, потому что энергию можно расходовать по-разному, но человек... Не безразличный. Не безразличный, энергичный, знающий. И терпеливый, потому что надо все эти пороги обивать. Ну, это пробивной, понимаешь, нетерпеливый, там сидеть и ждать абсолютно нечего, там надо идти и колотиться, и биться в двери. Ну, понимаете, журналистская практика в этом смысле очень помогает, потому что идешь просто нагло, часто... Дверь, а ты в окно, да? А ты ногой, ну, по-разному, потому что, конечно, у меня с самоуправлением там были очень большие терки, поскольку вы, как вы, ну, Абик знает, с этим лифтом, инвалидным подъемником, ведь в этих же домах еще и люди с особыми физическими потребностями, ограниченными физическими возможностями пробить этот, ну, этот... Короче говоря, для этого нужна пробивная сила, энергия, и это один из вариантов. Но не в каждом доме найдется такой человек, поэтому самоуправление, да, должно будет заниматься этими вопросами. Вот вчера как раз произошла такая презентация списка или команды «Честь служит Риги», вы тоже участвовали в этой презентации, но вот в связи с этим такой вопрос, вы уже помянули РНП, но не получается. Это ли так, что те, кто критикуют эту организацию, совершенно справедливо, конечно, критикуют, что они вроде бы льют воду на мельницу вот таких аудиторских компаний, экспертов, которые подогревают этот процесс и говорят, да, 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 видите, неэффективно для самоуправления, невыгодно, давайте ее вообще приватизируем. Ну, отдадим в частные руки, чтобы, в принципе, понятно, более 4 тысячи домов, это, наверное, в Европе одна из таких крупных муниципальных образований, ну, лакомый кусочек, потому что не во всех домах долги, в большинстве все-таки накопление есть худо-бедно. Вот не получится ли так, что вот Новая Рижская дума, ну, может уйти в другую крайность? Я надеюсь, что нет, и это был бы неправильный шаг, потому что знаю по опыту Юрмала, например, где есть такая же структура, но частная, я знаю, сколько проблем, сколько претензий у людей, которыми управляет, чьим хозяйством, чьим домом занимается вот этот латвийский, как называется, Юрмал, нам упорол, наверное, не помню, неважно, что они делают? Необоснованные счета – это как здрасте. Потом, когда люди хотят, вот у меня знакомые на НГРС-5, они отбились в итоге, хотели уйти для того, чтобы создать такое же общество, как у нас, и я с ними охотно делилась опытом и рассказывала, что для этого нужно сделать, вдруг оказывается, что у них неизвестно откуда 30 тысяч долга, и пока они 30 тысяч не отдадут управляющей компании, они, соответственно, не могут создать общество. Но это липовые 30 тысяч, их нет, и когда, по моему совету, стали требовать какое-то документальное подтверждение всему этому долгу, оказалось, что этого нет. Нет, в итоге они таки отбились, они сделали общество, но там есть энергичный человек, который этим занимается, и поэтому это возможно. Но отдать в частные руки – это же бизнес, понимаете? То есть это не решение проблемы, да? Абсолютно, абсолютно. Вот для нас, для меня как управляющей, это не бизнес, естественно, это забота о своем собственном доме. И, естественно, отчетность, каждый месяц у нас есть эти доски объявлений, ну и, естественно, в WhatsApp я сделала группу жильцов, у которых есть этот WhatsApp, ну, у большинства есть. И каждый месяц есть отчет, куда мы деньги потратили, насколько прирост наш накопительный фонд и так далее. То есть все, все открыто, все хорошо. Но это такая схема, она очень здорово звучит, потому что это ответственность каждого за свое жилье, то, к чему мы идем, то, о чем мы говорим, что нет больше вот этой вот, там, где-то кто-то за нас ответит, за нас все решит. Но большинство именно так жильцов, вот что. Я говорю про что, что эта схема, она у вас работает, еще у десяти сработает, но у большинства все-таки, кто снимает квартиры не на большой срок, кому там от бабушки, от дедушки, от мамы, от папы досталось их, это не интересует, они уехали, еще что-то. Вот для них какая схема была бы наиболее? Самоуправление все-таки, все-таки самоуправление, потому что есть кому, да, есть с кого спросить, и это структура самоуправления, это не частная структура, где там все. То нет, ну, где они просто реально зарабатывают, и, к сожалению, не всегда по-честному. Если, ну, мы знаем, что все-таки за большинство, за большинство всегда, я, например, сталкивалась с той же реновацией, у нас большинство жильцов проголосовало против, ну, соответственно, там, меньшинство ничего сделать не может. Если вот так вот делится дом напополам? А там не только напополам. Для того, чтобы войти в процесс соревнований, надо две трети. То есть, да. Большинство даже. Ну, то есть, больше, чем простое большинство, две трети. Это, опять же, очень важна личность этого управляющего, потому что, если есть доверие со стороны, если есть результат, если уже видят отремонтированный вот детский домик, отремонтированные скамейки. И вот у меня был удачный старт в этом смысле. У нас был 8 тысяч за нами, якобы, долг перед Уденс за воду, потому что управляющая компания просто прикарманила эти деньги. И я убила лето 2018 года, когда я приступила к обязанностям для того, чтобы через полицию, через тот же Уденс, через Думу добиться того, чтобы этот долг оставили за управляющей компанией. И когда это удалось, во что никто не верил, в том числе и жильцы, сами понимаете, люди поняли, что как-то, да, можно иметь дело. Можно, да, с этим человеком иметь дело. И дальше покатилось. А потом этот подъемник инвалидный, что вообще всем казалось, что за год это сделать, это вообще нереально. А потом еще и деньги получить за то, что, причем, ну, система, конечно, работает так, что ты сначала инвалид, сначала готовит вот такую кипу документов, потом все это оплачивает и делает за свой счет, и потом еще кипа документов, и только тогда он получает деньги. В результате через полтора года моя подопечная получила эти деньги, но уже спустя год, да, быстрее, мы начали в октябре, а 9 мая она уже выехала. Так символично. Ну да, все было очень, это была победа, да, мы тогда с Олей Ардевич, с Ритой Трошкиной, с Ингридой Шмидтой из фонда БиОпен, мы все приехали, конечно, но так такое у нас было небольшое торжественное мероприятие, да, выезд. Здорово. По поводу реновации, что в нее включено, мы знаем, что на прошлой неделе, по-моему, секретарь Министерства экономики тоже рассказывал, что сейчас с лифтами проблема большая в Риге в том числе, что их, ну, если они сейчас не в самом плачевом состоянии, то уже надо думать о том, что будет через 5-10 лет, входит ли вот в эту реновацию только утепление, о котором все говорят, или это в том числе и там те же самые лифт, крыша. Это зависит от того, сколько денег готовы вкладывать жильцы, потому что АЛТУМ, во всяком случае, та программа, первая, в которой мы успели поучаствовать, и участвуем только за утепление 50% расходов. Но реновация может быть всего дома, в том числе и вот этого лифтового хозяйства, но за это 100% придется заплатить жильца. Вот в чем разница. Поэтому у нас еще даже нет тоже окончательного решения, мы проголосовали, ну, вот две трети жильцов нашего дома за то, чтобы была эта реновация, но окончательно мы будем голосовать тогда, когда рассмотрят наш проект в АЛТУМе, а наша очередь в ноябре, потом, если будет изменение, внесем изменения, потом объявим конкурс, и когда мы объявим конкурс и выберем исполнителя, мы будем знать, сколько это стоит. И тогда будет последнее голосование, когда жильцы будут знать, насколько вырастет их счет. Но их счет не только вырастет, их счет значительно, процентов на 60-70 уменьшится за счет того, что не будет потерь тепла. То есть это в минус. Потом у нас, конечно, будет меньше сборов, сейчас довольно приличный сбор с квадратного метра пол евро, а там мы оставим так как каких-то 10 центов, ну, чтобы что-то было, но дом уже будет реновирован. Поэтому у нас в нашем доме нет лифта, но мы планируем, конечно, и вентиляционную систему, ну, отопление, само собой, и фасад. У нас будет очень красивый современный фасад. То есть по существу, вот говоря о том, с чего мы по существу начали, если Новая Рижская Дума должна предусмотреть, может быть, еще одну программу, мы знаем, сейчас есть программа приведения фасадов исторических домов, ну, фактически это дома довоенные, то, наверное, нужно думать, что если жильцы сами собрались, иначе и делают, чтобы у них была возможность получить и софинансирование, и самоуправление тоже. Не влезая в какой-то банковский кредит, это всегда сложно и жильцов на это дело подбить. Кредит, ну, нам-то кредит по-любому придется брать, но надо, чтобы этот счет вырос, ну, максимум там на 20 евро. Ну, вот с Сидоркой я разговаривала с опытным, он меня очень много консультировал, особенно по начальному этапу. Ваш коллега, да, да, добро пожаловаться, да. У него в результате реновации выросли счета только на 11 евро, понимаете? А эффект есть, да? Ну, так, ну, эффект, конечно, да. Это совершенно другая начинка дома, и поэтому это очень классно. Но, кстати, и вот в программе у Бурова, у него это есть, за 10 лет все дома в микрорайонах будут реновированы. То есть, вот эта программа софинансирования, она предусматривает. И, зная Бурова, я верю в то, что это реально. Да, вот действительно, что реальное, что нет. Вот часто нам радиослушатели тоже звонят и говорят, что, ну, вот, с одной стороны, понятно, что когда идут выборы в парламент, и понятно, что это политика, там дальше будут какие-то коалиции создаваться, длительные переговоры, правительство. Вроде эти люди понимают даже тем, кому не нравится весь этот политический процесс, все эти кулуарные переговоры и так далее. Ну, вот у нас, поскольку система тоже партийных списков, у нас самоуправление, ну, к сожалению или нет, это тоже такая реальная ситуация, что в одиночку у нас, ну, не было случаев, чтобы какая-то одна политическая сила правила в одиночку. Даже вот упомянутые коалиции согласия ЧССР дошли общий список, но все-таки это были две разные партии, две разные фракции, кстати говоря. И разные ответственности, между прочим, за разные предприятия. Вот, все-таки, поскольку, ну, вы прежде все-таки наблюдали, так же, как и мы, как четвертый власть за этой политикой. Да, конечно. Нет ли такой вот опасности, может быть, это вас тоже тревожит, что, с одной стороны, вроде люди идут, голосуют за одних людей, за одного кандидата в мэр, но после выбора все иногда бывает с точностью наоборот. Вот как это людям объяснить, в чем ответственность политиков или кандидатов в депутаты на этом этапе. Да, потому что мы же понимаем, что одни там, не знаю, зеленые, красные, белые, все говорят, ну, мы там будем править, мы все сделаем, вот наша программа. Потом приходят, ну, сколько у тебя голосов есть, дальше все садятся за стол, или кто-то не садится за этот стол, и все происходит как-то иначе и по-другому. Ну, как у нас в правительстве произошло, потому что Каринч с третьего раза, партия, которая там набрала меньше всего голосов в парламенте, и вдруг премьер-министр Каринч, да, это удивительно. Да, удивительно, конечно, да. Видите, Шабик, здесь дело такое, можно объяснять, но для того, чтобы объяснить, нужно, чтобы твой собеседник понимал, что одно дело дать, другое дело способность человека взять. Мы можем объяснять, и мы объясняем. Там тысячу раз, вот как человек, который и преподавал, скажем, мои студенты, там, школу телевизионного мастерства, да и сама я у Познера была в школе телевизионного мастерства, из которого вынесла там кучу проектов, и там, и этот телемост с Москвой, где мы с Познером были соведущими, и программа личных отношений, и потом то, что его при... Короче говоря, у меня там просто я получила море всего, потому что мне много дали. Но у нас была группа 10 человек, и некоторые из них, там потом каждый пишет резюме, свои отзывы и прочее, что это ничего не дало никому. Ну, не никому, а что ему это ничего не дало, что это пустое времяпрепровождение. То есть одно дело объяснить, почему это так происходит, а другое дело способность человека проанализировать эту информацию и понять, как это делается. А что... Ведь политика, ну сейчас мы говорим вроде бы не о политике, если мы говорим о самоуправлении, но тем не менее, действительно, политические партии. Политика – это искусство компромисса. А что делать, если вот у тебя три депутата условно, да? Ну, четыре минимально. Ну, четыре, да, минимально четыре. Четыре депутата. Значит, чтобы вообще как-то оправдать деньги налогоплательщиков и хоть на что-то влиять, ты должен войти в коалицию. Мы же знаем там тоже согласие в Юрмале с Зелеными. Укрепили их позиции, дали им возможность, опять, трук не с этого, одиозного абсолютно деятеля, ему дали возможность сохранить пост. То есть, да, и они тоже при власти, там, Никифоров, вице-мэр, все, да, они получили то, что они хотели в коалиции с Зелеными. Программа Зеленых и программа Согласия. Электорат Зеленых и электорат Согласия. Это совершенно, ну, можно сказать, противоположные, да, полюса. А что делать вариантов? То есть, надо, надо договариваться, да, для того, чтобы хоть как-то влиять. Или, пожалуйста, пример в парламенте, Согласия. Самая большая фракция. И что? Они в оппозиции. Остальные все в коалициях, они в меньшинстве, они ни на что не влияют. Фактически это вообще выброшенные деньги. 30 с лишним человек. Нет, ребята, ну, ни Рождество русское, ни статус русского языка, они ничего не могут защитить. Это как бы бренд такой, защитники русского избирателя. Нет, они ничего не могут сделать. А если бы они были с кем-то в коалиции, они могли бы влиять на эти решения? А так? Они выдвигают предложения, которые правящие, правящие коалиции. Вот это особенность нашей политики. Те, кто пришел последний, да, вот в парламент стал первым. Да, 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 совершенно верно. А вот нужно ли, на ваш взгляд, все-таки идти к тому, чтобы вот мэра выбирать, вот, всенародный прямым голосованием? Да, сейчас каждая партия выдвигает, ну, условно, своего кандидата в мэр, он лидер списка, но мы же понимаем, да, пост мэра он один. Да, 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 да. Участников много. Насчет прямого голосования, избрания мэра в Риге. Я не думала об этом, как бы, находясь в рамках существующей системы. Было бы это лучше, знают ли люди о деловых именно качествах. Тут же очень важно, важны профессиональные знания, которые есть, деловые качества. А избрать по бренду, избрать потому, что ты нравишься и ты красиво говоришь, а ведь успех, как мы знаем, в политике зависит во многом от ораторского искусства, которым некоторые очень хорошо владеют, а другие нет. Но дела делают. Не знаю. Мне кажется, это должен быть более профессиональный отбор. Ведь этот человек должен руководить хозяйством большого города. Он должен быть профессионалом. Самого большого балла, если мы про него говорим. А голосовать за бренд и поставить человека, который вообще ни в чем не разбирается и не имеет никакого отношения к городскому хозяйству, ну, нет, мне кажется, все-таки это неправильно. Не факт, что в результате этих коалиций, опять же, мэром станет человек, который реально знает. Профессионал, да? Да. Может быть и случайный, какая-то компромиссная фигура. Да, да. Такое тоже может случиться. 50-50. Есть риски и там, и там. Наталья Аблова у нас в студии. Привемся буквально на пару минут. Не переключайтесь. Продолжаем. А вот прям в эфире Наталья Аблова у нас в студии. Ну, меня, наверное, не поймут, если я не спрошу у коллеги, ну, все-таки, которая значительная часть своей жизни провела работой на телевидении. Что сейчас, на ваш взгляд, происходит с телевидением на русском языке? Кто-то вообще очень пессимистически настроен и говорит, что ну как, что это фактически гибель там медленная, потому что мы уже слышали разговоры и идеи Совета, Национального совета по электронным СМИ о том, что надо все переводить вот в интернет. Да, так сказать, и заканчивая даже с последним вот каналом, где есть еще ограниченное, правда, но есть вещание на русском языке, на ЛТВ-7. Это, скажем, такой объективный процесс, потому что кто-то начинает говорить, ну, знаете, там рейтинги не те, все равно смотрят российское телевидение, зачем тратить деньги налогоплательщиков и так далее, и так далее. Вот ваше отношение ко всему, ваше мнение. Мое отношение человек по природе своего оптимиста, но в этом вопросе абсолютного пессимиста, и этот пессимизм я высказала лет 5-7 назад. Еще тогда, да? Ре Балтика, Центр исследовательской журналистики, проводил опрос среди известных тележурналистов, как раз Оля Проскурова наша там участвовала в этом опросе, и как раз был задан вопрос о будущем. Тогда еще как бы ничего вот не предвещало таких катастрофических изменений. Я сказала абсолютно определенно, что вымрет как мамонты. И это происходит, это целенаправленная государственная политика. Это неправильно, потому что это не способствует тому, о чем очень любит политикой говорить, интеграция, ничего этого не происходит. Может быть, в этом есть своя зловещая логика, потому что кто-то может сказать, что, ну знаете, раз мы хотим, в принципе, покончить, чтобы не говорили с образованием на русском языке, то, может быть, если нет обучения на русском языке, чего вам передача смотреть на русском языке? Смотрите на логичную. Именно с этой точки зрения все это и происходит. Это такой комплексный процесс, да? Абсолютно. Взаимосвязанный, да? Конечно, конечно, конечно. Но я-то считаю, что это абсолютно недемократично, что это несовременно. И вообще этот национализм, это такой рудимент, такой пережиток прошлого, что стыдно быть националистом в современном мире. Я считаю, что это стыдно поднимать национальный вопрос. Вот как в одном из тут комментариев вчерашних, как раз на это мероприятие, на партии «Честь служить» Латвии. В Риге. В Риге. Да. А Мацкевич, Айвар Мацкевич там высказал претензии, почему сначала на русском, потом на латышском. Ему совершенно справедливо. Инна Бурова там в комментариях написала, что вы тут разжигаете, какие-то национальные настроения. Зачем это? Речь-то не о том вообще. Уж тем более к этой партии это там совершенно неприменимо, где латыши над списком полностью посмотрели. Ну, по-моему, во всяком случае 50-50. То есть не стоит вообще национальный вопрос. Зачем это вообще курировать, будировать эти настроения? Я считаю, что это стыдно. Стыдно современному человеку в современном мире быть националистом. Тогда вопрос по поводу коммуникации как раз-таки самоуправления. Мы знаем, что год назад, по-моему, было принято решение по поводу Рига ЛВ, как там все проходит, разбирательство и прочее. При этом эксперты и исследователи того же Латвийского университета говорят, что всегда человек хочет, зная, например, замечательный латышский язык, общаясь на нем ежедневно, про то, что у него прорывает трубы или про свои коммунальные вещи и прочее, он хочет читать на родном языке. Что это нормальная потребность, которую надо бы удовлетворять. Здесь вы как считаете? Да не только в этом. Я не вижу проблем, почему латышам нужно запрещать русским говорить по-русски. Я тоже абсолютно свободно говорю по-латышски. Но для того, чтобы нюансированно выразить что-то, какое-то свое мнение, особенно если речь идет о каких-то более тонких материях, ну, естественно, что мне проще говорить по-русски. Почему мне это запрещают в каких-то моментах? Да, но это, по-моему, совершенно естественно, как, я не знаю, кому-то о своих болячках удобнее говорить на родном языке. Я извиняюсь. Ну, не только о болячках, но не зря же говорят материнский язык, язык матери. На всех языках это есть. Это нормально, это естественно для человека. И, кстати, вот все, что связано с русским образованием, я не участвовала в этих митингах и протестах, но я абсолютно, ну, я просто возмущена тем, что русским детям запрещают учиться на родном языке. Я считаю, что их способности к развитию каким-то образом тормозятся. Людям надо дать возможность учиться на родном языке. Правда, вот мой, да, учится на немецком языке, тоже как бы ничего и вполне себе успевает. Но я-то думаю, что если бы он учился... Но он в другой стране, да? Он живет просто в другой стране. Да, но первый класс он окончил, 22-й рижской школе, и все прекрасно. Да, возвращаясь еще вот к делам рижским, столичным. Ну, все, кто бывает в городе, ну, те, кто там живет, понятно. Может быть, иногда уже ко всему люди привыкают. Вот как так получилось, на ваш взгляд, и как это можно было бы изменить, что вроде бы много чего сделано было в городе, да? Неправильно сейчас все кричать и хаять, что все плохо. Как отдельные представители оппозиции в рижской думе, что все плохо, что буквально город сейчас провалится под землю. Хотя мы сейчас наблюдаем... На Гертрудес мы это ожидали, кстати. На Гертрудес, в Зепниках, действительно, машина провалилась-таки, да. Не полностью еще пока, но, в принципе, наполовину точно. Да, так вот, что касается, действительно, дорог и мостов, как вот, на ваш взгляд, так получилось? Можно ли это будет изменить в рижской думе довольно быстро, не перекопав, с одной стороны, весь город? Потому что мы понимаем, что вроде бы ремонта не бывает без неудобств, но, с другой стороны, это столица. Я понимаю проектировщиков или тех, кто все планирует ремонты, ну, невозможно перекрыть весь город, не оставить параллельные улицы и центр заблокировать полностью, да? Нет, ну, есть же программы, и начатые как раз, ну, опять же, упомяну того же Бурова, потому что, я считаю, он главный строитель и реноватор в Риге, там тоже у них в этой программе там в первую очередь как раз речь идет о мостах, потому что это путепроводы, это как, знаете, вены, как кровеносная система города. Будет это все отремонтировано тут, а вариантов-то нет. Помните эту жуткую аварию сетей? Я попала в нее, когда возле Брасы что-то там прорвало, это было лет 8-9 назад. То есть, конечно, изношенное все это хозяйство, все эти трубы, там просто были реки. Я помню, как-то я там в объезд по Пагане-Будамбес, там куда-то добиралась в Межипарк, совершенно невозможно было проехать. Изношенные сети, но это должна быть программа, которая предусматривает какое-то постепенное улучшение этой ситуации. Ремонтировать-то надо, но в глубокое советское время давным-давно вся эта система была создана, и теперь, конечно, она нуждается в ремонте. Я по этим вопросам не такой большой специалист, я могу в общем плане высказать, что это должно быть поэтапное, программное, в соответствии с определенной программой, предусматривающей этапы ремонта, этот ремонт должен производиться в соответствии с этой программой, поэтапной. Тут нет, ну, кстати, Брасовский мост ремонтируется, и он будет отремонтирован, Дегловский мост ремонтируется, и этот ремонт будет закончен, и так далее. — Что вы можете сказать критикам, которые как раз-таки после вчерашнего заявления, что честь служить Риге будет, ну, в случае избрания, будет ремонтировать улицы и мосты. Понимаем, что сейчас уже действительно, как вы сказали, никуда от этого не деться, у нас это состояние уже такое, что невозможно. — Кто бы ни был, не только обещать, но и делать будут. — И делать, так само собой, да. — Но просто как раз-таки, вот если мы к политике сейчас возвращаемся, что ЧСР те же были в коалиции с согласием в то время, когда все это происходило, и когда надо было принимать решения, и вот этот кризисный момент был, что вы им можете ответить? — Что им можно ответить? Что были в этой коалиции люди, которые занимались в основном пиаром, и разговорами, и красивыми речами, были люди, которые делали дело. Потому что можно перечислить, опять же, те объекты, которые были созданы, которые были реновированы во времена существования этой коалиции. Это очень большие стройки, это межпарк. То есть, можете себе представить, сколько рабочих мест, и все это существует реально. Это театр русской драмы. Кстати, почему в списке ЧСР Яков Рафальсон? И он так красиво на презентации, ну как артист. Его речь просто сорвала там бурные аплодисменты, потому что его заключительные слова, но они, кстати, и в сюжете на ЛТВ были, о том, что я за тех людей, которые любят Ригу не словами, а делами. Он стал членом партии, абсолютно аполитичный до этого человек. Он вошел в эту партию, потому что он реально видит эти дела. Русский театр, национальный театр, национальный музей, где, кстати, эта презентация происходила. Сколько спортивных площадок, сколько стадионов и сколько школ. 11, кстати, в этом списке 11 директоров школ. Не просто так. И одной из лучших школ, Роман Алиев, тоже член партии, и он в этом списке. Вот давайте мы сейчас одевать, пожалуйста, наушники, примем сейчас звонки. Доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Скажите, программа «Эталон» и ее организаторы, это тоже соскание или это все-таки честь служить Риги была? О какой программе речь я не поняла? «Эталон». Это система электронных билетов в общественном транспорте в Риге. Спасибо. Ответственность за систему электронных билетов, насколько я понимаю, это Рига с карты. Да, Рига с карты. То есть это человек, который был в Рандовс. Да, он имел отношение к партии честь служить Риги. Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть вот ответ на вопрос. Да. Вот еще, если мы говорим вообще о Риге, о городе, в принципе, вот сейчас одна из таких проблем, я думаю, что все автомобилисты столкнулись, это, конечно, нехватка парковок, потому что мы знаем, что город, когда он строился, советские дома, ну там одна машина на подъезд, хорошо если бы была, а сейчас по две машины на семью, так условно говоря, у некоторых даже больше, но вот что делать, да, с одной стороны, нужно людям где-то машину оставлять, с другой стороны, скорые, пожарные, все говорят, ну не проехать, просто не проехать. Если случается какая-то беда, не подобраться. Но это вопрос для профессионалов, потому что… Нет, я не в смысле там по планированию, что-то же с этим надо делать, да? Расширить улицы невозможно, мы же не пойдем по тому пути, по которому пошли там Тверскую, раздвигая в 30-е годы, а подвигая там… Да, по четыре полосы там, да, по одну сторону, да. То есть это нет. Устройство велодорожка, вот я считаю, что там велодорожка на улице Лачклеша, она не очень как бы там к месту, потому что уже подсчитана, есть информация о том, это делали в Вене, кстати, да, это как раз мой внук мне про это рассказывал, что посчитали, сколько автомобилей прошло по дороге за определенный, ну за час, скажем, и сколько велосипедистов, и соотношение там 10 к 1. У нас на Лачклеша то же самое. Так что, почему я говорю, что этим вопросом должны заниматься профессионалы, потому что нужно вот на основании таких расчетов, если 10 к 1, то надо все-таки думать о целесообразности той же велодорожки, из-за которой есть только одна полоса движения на оживленной улице. Это неправильно. Что еще ответить, Абик, на этот вопрос? Это вопрос для профессионалов, которые должны как-то оптимально этот вопрос решить. Ну, конечно, развивать систему, что прекрасно в Берлине, например, мы там совершенно свободно на велосипедах ездили по всему центру, вообще без проблем, потому что у них прекрасно действует вся эта система, и взаимодействует С-БАН с автобусами, все эти места, стыковок, перехватывающие парковки перед центром. Да, замечательно. Но у нас, насколько я понимаю, эти элементы будут включены в программу Рейлбалтики, то есть когда будет создаваться эта единая система железнодорожного, вот соединения всех этих железнодорожных путей для того, чтобы разгрузить центр Риги, и дорога в аэропорт, и там терминал, и так далее. Этот проект достаточно многообещающий, и он в какой-то степени решит этот вопрос. Что касается велодорожек, кстати, у честь служить Риги, там же в списке также Вестур Силенекс наш, Да, известный. Да, велогонщик, известный чемпион, как раз это его часть. Вот что мне нравится, что действительно, когда профессионалы занимаются сознанием дела, тем, что они собираются делать вот в той же Думе, надеемся, что Силенекс, и, кстати, Силенекс перешел из другой партии, потому что видит перспективу для того, чтобы реализовать свои идеи по организации как раз инфраструктуры. А уж понимаете, велосипедист, он человек заинтересованный, но будет делать это сознанием того, что он делает. По поводу знания тоже мы сейчас вот видели как раз-таки улицы Чака, на которой изначально говорили, что будет велодорожка, потом сказали, нет, там будет велополоса, выделенная на тротуаре, что не самый лучший вариант. И, в общем-то, о чем говорят люди, но никакого там общественного обсуждения не было. Кто-то принял это решение. Скорее всего, мы так полагаем, мы надеемся, что профессионалы, но при этом мы видим, что люди против этого решения. Есть ли здесь место для общественного мнения и для общественного обсуждения? Место для общественного мнения есть везде. Я возмущена тем, как решается вопрос с велотреком, где собираются строить административное здание, потому что действительно зеленый островок вот в этом месте, где сплошные дома и вообще ни одного зеленого кустика, и уничтожить вот эти деревья, которым там десятки лет, я считаю, это вообще преступление. И там есть и активное общественное движение, они собрали достаточное количество голосов, и Сейм их поставил на всем этом крест. Так обращаться с общественным мнением нельзя. Вот тут уж я как журналист просто готова была бы там идти на баррикады за такое. Но это вопрос, видите, даже не самоуправление, этот вопрос решался в Сейме, но и опять же там та же самая крупная наша фракция, они ничем не могли тут на этот процесс повлиять, и это решение, во всяком случае, пока оно такое. Но это очень неправильное решение. А потом еще один момент в срочном порядке, вдруг решили сносить центр торговли, международной торговли. Памятник советского конструктивизма. Да что за бредовые идеи, не посоветовавшись с архитекторами? Тут это и общественное мнение, и архитекторы, профессионалы, люди, знающие, о чем они говорят. Но вот здесь вот в связи с этими двумя моментами говорят о том, что сейчас и Велотрек хотят внести в этот список памятников архитектуры, и вот этот центр тоже хотят, сейчас уже архитекторы подписали письмо. Центр – это было бы логично, функционирующее здание, где люди платят аренду. А трек сделать парком нелогично? К тому, что сейчас, когда об этих зданиях заговорили, о них, ну, может быть, вспомнили, может быть, это актуализировался момент. Надо ли делать это чуть-чуть до, то есть, не знаю, пройтись по всем вот таким вот местам по Риге, что надо бы включить вот в такие защищаемые объекты, чтобы в будущем такой ситуации не было. Что Рига могла бы, может быть, там у всех же Валстанекустами и по шуму приобрести, да, как с велотреком «Марс», почему с городом не обсуждали, потому что это принадлежит Валстанекустам Эйпишу, так что никто там особо не спрашивал. Надо ли вот эту работу проделывать до, для того, чтобы потом вот так не принимал кто-то решение? Для того, чтобы проделывать до, надо до иметь эту информацию, и тогда ее выносить, соответственно, на общественное обсуждение. Вот и все. Люди ведь не имеют информации до того, как она, как мы, журналисты, ее не донесем до своих слушателей, зрителей. Но я имею в виду, что вы пройтись по, какие здания следовало бы внести вот в такие вот охраняемые объекты, или какие места в Риге следовало бы внести, чтобы никто на них там не позарился в будущем? Нет, ну, конечно, хорошо все делать заранее, но это такое благое пожелание, а сами знаете, благими намерениями вымощена дорога в ад. Так что, насколько оно реально, да, хорошо было бы так сделать. Но? Но, да, но обычно происходит по-другому. Когда вот нависает опасность над какими-то такими объектами, тогда люди об этом узнают и начинают возмущаться. Так же, как вот насканство с этими лисами и непонятным количеством птиц, то ли там их семь, то ли их там двадцать. То есть разные, причем обе стороны привлекают экспертов, и одни говорят столько, другие говорят столько. Как раз-таки вот сегодня администрация будет собираться, временная администрация Рижской думы, для того, чтобы принимать ряд решений по инфраструктуре, и такая есть задумка сделать бюро исполнительного директора Риги. Насколько это необходимо было бы, на ваш взгляд? Да все хорошо, все, что способствует тому, чтобы привлекать людей, активных людей к этим процессам, управления своим городом. Да все хорошо, пусть будет бюро исполнительного директора. Прекрасно, если это бюро будет осуществлять связь с горожанами. Пока правда не с горожанами планируется, а с другими чиновниками Рижской думы, но как у вас часто бывает? Ну тогда не знаю. Тогда не знаю. Чиновник для меня вообще это воплощение, вот человек-формуляр. Хотя, конечно, разные бывают управленцы, но... Бывают разные. У меня на финальном этапе битвы за подъемник, вернее, уже за легализацию того, что мы там уже все создали и построили, был очень приятный человек, тоже как бы чиновник, но он оказался верующим человеком. И хотя он не должен был, он фактически нарушил инструкцию чиновничью, но он под мою ответственность. То есть то, что требовали другие чиновники, так нам для этого надо было разрушить эту платформу, на которой стоит подъемник, выкопать кабель для того, чтобы сфотографировать, что мы его туда в чехле заложили, что там кожух специальный есть. И этот чиновник... Поверил. Но он действительно верующий, он понял, что это вот против его христианского мировоззрения, и он написал, велел мне написать, что я это беру по своей ответственности. Ну что я тут же и сделала, и все. И мы благополучно прошли этот этап. Понимаете? А другие чиновники, это же абсурд. То есть построен объект, у человека есть подъемник для инвалидной коляски, все уже сделано, все причем, когда мы копали эту яму под этот кабель, рядом стоял чиновник как раз от этой же организации и наблюдал. И когда я к нему потом обратился, он умыл руки, он сказал, что он ничего не знает. И сказал, нет ли у вас справки о наличии справки. Совершенно верно. Да, а теперь копайте, теперь копайте опять, фотографируйте и докажите нам, что там этот кабель в кожухе. Но нашелся другой приличный человек. Но мы их десяток, десяток невозможных совершенно чиновников. Да. Ну что ж, Наталья Абла у нас была в студии, и большое спасибо. Спасибо, вам также. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо.